Вот и закончилась главная игровая конференция года, которая на этот раз была ну вот вообще не брефтейкин. Для понимания масштабов катастрофы, компании 4 дня пачками вываливали трейлеры новых проектов, а в итоге самой ожидаемой игрой официально стала Forza Horizon 5. Но это по итогам голосования внутреннего жюри, хотя, конечно, это можно понять, потому что графониум там отвал всего. А какая игра для вас стала самой ожидаемой, вы напишите в комментике, хотя и без них понятно, что это симулятор деда. Forza позиционировали не как гоночный симулятор, а как способ провести время с друзьями, катаясь на крутых тачках по детально воссозданной Мексике. Теперь не обязательно считать промилле перед тем, как садиться за руль, если он, конечно, виртуальный. Чё, пацаны, кто в банку, не выходя из машины? Да и права не нужны, хотя сейчас их достать, наверное, даже проще, чем PlayStation 5. Но она-то не нужна, потому что Forza будет эксклюзивом от Microsoft. Презентация майков и беседки стала хайлайтом всей E3, потому что они не стали париться и просто вывалили один за другим на зрителей трейлеры. А ещё, кстати, взяли приз за главный анонс всей конференции, и вам даже не нужна консоль, чтобы этим анонсом насладиться. Что вы делаете в моём холодильнике? Где-то я это уже видел. Помнится, как-то раз они уже разыгрывали холодильник в виде Xbox, только тот был совсем не маленьким. Холодильник весьма пригодился бы пуканам тех, кто ждёт новый Deus Ex, подробности про консоль Steam и так далее, потому что про это на E3 не обронили ни слова. Зато мы, наконец, увидели трейлер нового Сталкера. А, нет, это какой-то пионер. Вот он. Чернобыля... Стоп, снова не то. Может, это подойдёт? Так, ладно, но это-то точно Сталкер? Тут и про маслину есть. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. И посиделки у костра, и аномалии... Фух, ну слава богу. Игра будет эксклюзивом для Xbox и ПК, и ждать релиза придётся чуть меньше года, 28 апреля. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Трейлер на E3 показали прямо на русском языке, что вызвало ожидаемую реакцию с политической подоплёкой. Конспирология. Ну и пошли они нахрен. Но, может, разработчики этого и ожидали. Она не могла быть свободна, пока он жил. Если Сталкеры презентовались какими-то намёками, то создатели второй части The Outer Worlds пошли в лоб и сделали самый честный трейлер. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Там с аркастичный наратор прямым текстом говорит, что пока ничего не готово. Трейлер нужен, чтобы игру посчитали важной, а персонажа показывают со спины, потому что дизайна пока нет. Забыли заметить, как быстро они приступили к дойке The Outer Worlds. Зато название с лунным чуваком, смотрите. Мастер-класс по дойке франшиз провели гейрбокс, который показали спин-офф Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands. То есть сеттинг абсолютно другой, персонажей из оригинала почти не будет, но формально к серии игра привязана. Как и в DLC ко второй части, действия происходят внутри настольной ролевой игры типа Подземелья и Драконов, где в роли гейммастера выступает крошка Тина с яркой и убийственной фантазией. Гейрбокс, кстати, кажется, сильнее всех прососали презентацию, потому что показали все несколькими днями ранее на Summer Game Festival, а на собственный показ материалов почти ничего не оставили. Вот Гендиру компании пришлось ходить по съемочной площадке экранизации Borderlands и рассказывать о том, как круто делать фильмы по играм. Только вот он ничего не показал, хотя в кадре чуть не появилась Тина в исполнении девочки, которая играла маленькую Гамору в Мстителях. Ты сделал презентацию игр? Да. Чего это стоило? Ничего, ведь мы ничего нового не показали, лол. Зато пошутили над ростом Кевина Харта, будто этого всем не хватало. Еще тут тизернули третий Payday, и речь не о вашей зарплате, рано радоваться. Подробностей по новой части пока ноль, не раскрыли даже, будут ли там снюсаеды в масках Гая Фокса. Еще меньше показали создатели Соника, а франшизе, между прочим, в этом году исполняется 30 лет. Даже симфонический оркестр наняли. А вот новых игр просто нет. Причем двумя неделями ранее показали тизер, как Соник бежит петлей и появляется загадочная загогулина, которая выйдет в 2022. То ли очередной Соник на Олимпийских играх, то ли коллаборация с РЖД, но об этом пока никаких подробностей. Зато на Е3 продемонстрировали чуть больше геймплея ремастера Sonic Colors с Nintendo Wii, о котором тоже было известно за две недели до выставки. Могли бы хоть черно-белый режим в Sonic Colors добавить ради прикола, как в Призраке Цусимы. Кстати, если вы когда-то задавались вопросом, как выглядел бы Призрак Цусимы в смеси с культовым платформером Inside, хотя зачем вам вообще задаваться этим вопросом? В любом случае, возрадуйтесь, Devolver Digital показали игру Track to Yomi про черно-белого сумрая с видом сбоку. Кинематографичность просто зашкаливает, это буквально черно-белый фильм Курасавы The Game. В целом, Devolver нагнули всех, потому что они единственные сделали презентацию, которую было реально интересно смотреть. И дело даже не в играх, а в подаче. Между трейлерами были скетчи на тему продажности игровой индустрии и попыток впарить сервисы по подпискам. Еще там была какая-то обсессия хот-догами, Эбби, второй The Last of Us, да, это она справа, на пару с Момоа для бедных и даже NFT, только здесь это... Неподъебабельная кассета с записью презентации, которую продали за тысячу долларов. Да в целом и игры они показали интересную. Есть симулятор криповых карт в темноте на хате у лешего от создателей Pony Island. Есть новый Temple Run, только теперь он онлайн и напрягонки, и на самом деле не имеет никакого отношения к Temple Run. Есть даже симулятор смерти, никакого раскомнадзора, не переживайте, в теле боевой вороны. И участились жалобы на нападение ворон. Есть стебный выпад в сторону мобильного гейминга верхом на унитазе. Есть игра, которая выглядит так, будто ты играешь в деревню у дедушки на полуживом телевизоре на полуживой Дэнди. И если еще у кого-то кроме меня были мысли, почему в Гарри Поттере никто не использует пушки, то держите, игра про волшебников, которые заправляют заклинания в пули. Я уже лучше аномалию выберу. Ах да, еще показали чутка геймплея Hotline Miami 3 в виде коробки с просьбами от фанатов. Целую корзину насобирали и все ждут чего-то. Да это же прямо как на Алиэкспресс. Ведь с 21 по 25 число там пройдет распродажа со скидками до 70%. И корзину лучше начать собирать уже сейчас, чтобы получить купоны на скидку от Алиэкспресс. Моя корзинка уже завалена лего мехами, которые считают дни до старта мегасейла. Полежайте в корзину, гребаные роботы! А ребятки из Letyshops и вовсе превращают грядущую распродажу в настоящий праздник. Ведь среди тех, кто совершит покупки с 21 по 25 число, разыграют 5 призов по 1000 долларов. А среди тех, кто купит на сумму от 50 долларов, разыграют главный приз – 5000 долларов. Лови пятюню от Letyshops! Кроме того, в период распродажи действует тройной кэшбэк до 15%. То есть если обычно к вам повернулось 100 рублей, то с повышенным вернется 300 с ограниченным количеством активаций. Участвуйте в летней распродаже Алиэкспресс. Получите свой кэшбэк и возможность выиграть классные призы от Letyshops. Ссылочка в описании. Не пропустите весь движ, регайтесь заранее. Ладно, хватит пока индюшатинок. Где там ААА? Вот вам анонс аватара АРАДОВА. Давно пора. Вторая часть фильма Кэмерона выходит в декабре 22-го. И вроде как под выпуск фильма готовят большую и красивую игру. Про геймплей пока ничего неизвестно, но надеюсь дадут полетать на большом скате. Ну или пресс-ф туфаквиз хейер. Еще есть ААА – игра по стражам галактики от Square Enix. Играть можно будет только за Звездного Лорда, но зато можно давать команды всем членам тусовочки. Я здесь главный. Я помню. Сценарий к игре написал автор комиксов про космических бро, так что классический стиль гумора сохранился весьма хорошо, как будто лежал на Красной площади все это время. Но сколько можно делать трейлеры под «Айнида Хиро Бонни Тайлер»? Раз. Два. Три. А, нет. Больше всего зрителям конференции нужен был не герой, а трейлер игры «Элден Ринг» от создателей «Дарк Соулс». Его выпрашивали всем чатиком. И получили. Ведущий Summer Game Fest даже, кажется, признался, что вся презентуха была организована в принципе только ради «Элден Ринг». Внезапно главным мемом конференции стал горшочек с длинными руками, которого показали буквально на секунду. Но он такой милаха. Ах да, еще над миром игры работал Джордж Мартин, так что в конце все умрут. Ну и без сисек и драконов не обойдется. А знаете, чего еще нам, оказывается, не хватало? Снайдер Кат от «Death Stranding». Хидео Кодзима лично анонсировал режиссерскую версию своей игры, которую выпустят специально для PlayStation 5. Что именно добавят в игру, пока не ясно. Может, теперь в игре можно будет сыграть за курьера из конкурирующей конторы? Плюс Кодзима рассказал, что все игры делал на основе попыток предсказать будущее человечество, но теперь реальность нагнула его гении, и он решил изменить творческий процесс. Кодзима против реальности. Гонка века. А разработчики Starfield, например, сразу подошли к созданию игры с особым творческим процессом. Игру разрабатывали 25 лет, и за это время построили целый мир будущего, основанный на науке и исследованиях космоса. На настоящих, а не как в межгалактическом ТВ, ну вы знаете. Игру тизерили несколько лет, и вот только сейчас показали, как она будет выглядеть хотя бы примерно. Но вот будет ли новый Battlefield выглядеть как в трейлере, а то мы уже наступали на эти грабли. Если в игре не будет пингвинчиков из ролика, то даже не мечтайте о моем предзаказе. В трейлер, кстати, запихнули главный мемас всей франшизы с выпрыгиванием из самолета, чтобы сбить другой из базуки. Ну что, родной рот, погнали! Поскорее бы это провернуть в самой игре, а потом, чтобы нас торнадо засосало, и мы оттуда делали ноу-скопы направо и налево. А потом весь наш отряд затягивает торнадо, и оно превращается в солдатное торнадо. А внутри торнадо можно было бы сделать отдельный геймплей, как Fall Guys, например. Который обзывает мертвой игрой, и который отчаянно пытается доказать им, что это не так. Так что в игру добавляют скин 2B из нейроавтомата. Просто не отличить. Ну давайте скажите еще что-нибудь про нереалистичные стандарты тела, ну давайте. Еще один кроссовер. В Brawlhalla появятся черепашки-ниндзя, и они будут пасти в той же самой классической рисовке из старого мультсериала. Может, и жареных гвоздей пожевать дадут? Гвозди точно будут в другой игре, в странном проекте Somerville, про семью в постапокалипсисе. Правда, это больше похоже на игру про зрителей Е3. А гвозди там буквально торчат из неба. Ничего не понятно, но очень интересно. И смотрите, есть милый песик, но что еще нужно для счастья? Capcom точно знают, на что вы действительно хотите посмотреть. Компания показала скриншот анонса DLC для деревенской обители зла, подписав это тем, что делает все по популярным запросам. Речь о мухобойке? Или может, об официальном моде с паровозиком Томасом? В любом случае сложно представить DLC без участия большой женщины. Может, даже дадут за нее поиграть? Почти без подробностей также показали трейлер сиквела Breath of the Wild. Разработчики не стали даже раскрывать подзаголовок новой части. Потому что это может быть спойлером. Но видосик нехило так намекает, что может появиться темный Линк. Визуально это все та же старая добрая Зельда на Switch. Но есть один вопрос. А за принцессу Зельду-то поиграть дадут, наконец? А то мемы «это не Зельда, это Линк» уже устарели. Пришло время мемов «это не Линк, это Зельда». Также Nintendo показала долгожданную новую часть Метроида. Нет, все еще не эту. Может, наконец дадут поиграть за самого Метроида, а не за саму Саран? Двухмерный геймплей выглядит захватывающе, благодаря белому роботу, который будет гоняться за вами по уровням. Глэдос, это ты? Главное, чтобы он не вставал в мостик и не спускался по лестницам. А на арену Супер Смэш Брос заявился Казуя из Текена. Это не Шаукан, конечно, но тоже ничего. Впрочем, фаталити Ниночка все же показала. Nintendo анонсировала на E3 новую консоль. Цигини. Бра. Ну, старую новую консоль. Речь о переиздании древней Game & Watch, с которой срисовали нашу электронику в новой обертке. Девайс будет идти с сильнейшей дозой ностальгии в комплекте. В нем будет целых 400 модной игры, включая легендарных Зельд. Игра Зельда. Честно говоря, не очень-то и ностальгично для жителей России, учитывая, что у нас Зельда на Денди никогда не впадалась, а на каторжах бывало и по 9-9-9-9-9 игр в одном. А тут всего 4, пш. Если вам не хватает ностальгии, то как насчет Джеффа Гольдблюма, который рассказывает о парке юрского периода? Hello. I'm here to welcome you to a very different world. Он представил новую игру про парк с ящерами, но там пока только красивые пейзажики и динозаврики. А так, не ждем ничего, кроме классических для этой серии причитаний, мы были неосторожны, после которых начинается хаос. А вот в другой игре будут убивать хаос. Перед вами спин-офф Final Fantasy про чувака, который настаивает на своем casual look, несмотря на то, что вокруг все ходят в доспехах. Но еще он уж очень не взлюбил хаос. Хочу, бля, отказать этому хаосу. Надеюсь, хотя бы этот ролик вышел не слишком хаотичным. Спасибо за просмотр и низкий поклон. Уже совсем скоро услышимся в новом сезоне Рика и Морти. Чмавки! Субтитры сделал DimaTorzok